мобилизация якобы закончилась но верит в это практически не один человек на свете и правильно делает и в этом видео разберем с вами когда начнется следующая волна мобилизации почему она начнется и какие вещи указывают на это прямо сейчас первое что надо понимать о мобилизации что мобилизация это не чья-то блажь мобилизация продиктована военными проблемами на фронте у российской федерации владимир путин до последнего не хотел ее вводить потому что мобилизация это колоссальный стресс для населения страны ну то есть базово население привыкло к тому что владимир путин занимается своими делами она занимается своими делами и две сущности не пересекаются сведением мобилизации ситуация изменилась буквально у всех людей ну или у большей части есть знакомый брат сват там еще какой-нибудь человек которого они знали которого либо мобилизовали либо у которого мобилизовали родственника то есть это довольно большое потрясение мы видим это по всем параметрам мы видим это по одобрению путина точнее по отношению к владимир путин со стороны людей точнее не по конкретным цифрам да по динамике мы видим это по разговорам по ощущениям по бунтам мобилизованных потому что говорят люди у которых мобилизовали их родных и близких ну то есть это очень непопулярная мера поэтому в целом владимир путин оттягивал ее до последнего с военной точки зрения мобилизации надо было проводить гораздо раньше но вот он объявил ее в сентябре, 21 сентября 2022 года. Проблема во многом заключалась в том, что мобилизация – это еще и большой стресс для инфраструктуры, так как не создано достаточное количество учебных центров, офицеров, которые могут обучать, экипировки, оборудование и всего остального для того, чтобы просто переживать эту огромную толпу людей, которые мобилизовали. Мобилизовали, я напомню, где-то от 300 до 500 тысяч человек, точных цифр мы не знаем. Почему я все это рассказываю? Потому что, отвечая на вопрос, будет ли мобилизация еще, будет ли вторая волна, будут ли еще люди призываться в рамках мобилизации, надо понимать, что ответ лежит не столько в политической плоскости, сколько в плоскости военной. И здесь понятно, что те мобилизованные, которых сейчас отправили на фронт, они в какой-то момент закончатся, ну или будут уже не в состоянии воевать. Потому что это необычные люди, которых просто кидают, как пушечное мясо, для того, чтобы остановить наступление ВСУ. Собственно, зачем нужна мобилизация, с военной точки зрения, это дефицит живой силы. То есть, в какой-то момент у ВСУ стало преимущество по живой силе, потому что они-то у себя мобилизацию провели давно, так как на них напал Владимир Путин и российская армия, которые уничтожают их города и убивают их граждан. И в локальных ситуациях численное преимущество периодически было на стороне ВСУ. Поэтому Владимир Путин и начал мобилизовать людей. Надо сказать, что мобилизация кардинально изменить ход этой войны не может. Потому что он складывается из большого количества факторов, таких как военное руководство, поставки вооружений, оснащенность современной техникой армии и многого другого. Однако мобилизация, как много раз говорили и мы с Русланом Левимом, все на свете эксперты, может существенно замедлить продвижение ВСУ. Однако цена этого очень высокая. Это гигантский расход жизни мобилизованных. Уже сейчас понятно, что речь идет о сотне трупов с момента начала мобилизации, так как, помимо прочего, российские власти решили часть мобилизованных отправлять сразу в окопы, без прохождения какой-либо подготовки. Эти люди уже мертвы, мы знаем довольно много официально подтвержденных случаев смертей, мобилизованных на линии фронта, но еще больше наверняка тех, о ком мы пока не знаем, потому что в таких количествах, в каких мобилизованные отправлялись Сватово, Херсонскую область, понятно, что многие из них погибли, потому что, опять же, никакого оборудования, никакой подготовки. И вот в какой-то момент эти люди будут истощаться и нужно будет их кем-то заменять. Заменять их можно будет либо срочниками, либо новыми мобилизованными, а лучше, что называется, совместить. Срочников сейчас используют для того, чтобы прикрыть тылы, ну, то есть на линии фронта те города, которые находятся, российские города Белгород, там Белгородская область, Брянская область, Курская область, там используют срочников, они роют окопы, они обеспечивают логистику и тоже, надо сказать, помирают, но не в таких масштабах, как мобилизованные на передовой, конечно. И поэтому мобилизацию ожидают, дальнейшую мобилизацию ожидают абсолютно все эксперты и даже некоторые депутаты Государственной Думы, которые открыто говорят, что если ситуация на фронте будет ухудшаться, они готовы ожидать и полной мобилизации. И ситуация на фронте, конечно, будет ухудшаться, потому что Украина не собирается отдавать собственные территории, Украина борется за свое существование и в этом ей помогает весь мир. Вот США наконец-то поставят танки Украине, и это тоже серьезная история, которая будет иметь последствия, в том числе на линии фронта. А Россия, судя по всему, тоже готовится к битве за Херсон, что называется, ну как готовится, да, тому возит оттуда все, что может увезти, снимает флаги и всячески рассказывает и морально готовит публику к тому, что Херсон может быть потерян. И в этом смысле мобилизация неизбежно дальнейшая, что признают все эксперты. Но когда она может быть, чисто технически? Судя по всему, мобилизация будет где-то в январе-феврале, потому что сейчас, и почему вообще сейчас некая приостановка мобилизации, потому что сейчас осенний призыв, он начался в ноябре, хотя должен был в октябре, но из-за мобилизации сдвинули, он начался в ноябре и продлится до конца декабря, то есть двухмесячный будет призыв, когда призовут 120, по-моему, тысяч срочников. То есть мобилизационные мощности, это же все одни и те же военкоматы, одни и те же военные комиссары, одни и те же распределительные пункты. Все эти мощности задействованы для того, чтобы сейчас призывать призывников. И призывать одновременно призывников и мобилизовать людей довольно проблематично, поэтому на время, пока будут призывать призывников, скорее всего, мобилизованных призывать не будут. Однако в это время параллельно будут модернизировать систему для того, чтобы не было такого хаоса, как при первой волне мобилизации. Что мы увидели при первой волне мобилизации? При первой волне мобилизации военкоматы вообще не понимали, что делать, логистика была полностью нарушена, гребли совершенно разных людей, у кого отстрочка, у кого нет срочка, никого это не волновало, жаловались на то, что нет каких-то списков, в ужасных условиях находились люди, которых мобилизовывали, они спали на полу, они спали на партах, они спали на земле, ну то есть система вообще не была готова к этой мобилизации, и сейчас у нее есть некоторый двухмесячный перерыв, который позволит ей все это переоборудовать, нет, не для удобства людей, конечно, а для того, чтобы еще более эффективно посылать людей умирать за Владимира Путина, умирать за его дворец, и мы видим уже признаки этой подготовки, о чем я скажу чуть позже. Итого, вторая волна мобилизации обязательно будет, она будет примерно в январе-феврале, будет во многом зависеть от фронта, если ситуация будет совсем печальная, то вот прям там с 1 января могут начать, если будет чуть получше, могут подождать до весны, до марта, но базово я бы ориентировался на январь-февраль. Как будет проходить эта мобилизация? Вот тут интересно. Дело в том, что когда мобилизацию только объявили, большое количество дурачков, значит, получив повестки, действительно пошло в военкомат, аж, ну а что, может и правда отправят в учебку куда-нибудь, и не будут на фронт отправлять. Через пару недель это закончилось, люди перестали ходить в военкоматы, и правильно сделали, не знаю уж, имеет к этому отношение, моя и многих других деятельностей, или не имеет, не знаю. Но факт в том, что люди перехотели эти военкоматы, и поэтому начались тотальные облавы, облавы в самых разных городах России, включая Москву и Петербург. Полицейские приходили в офисные здания, в хостелы, и много куда еще. Это значит, что всех людей, которые были достаточно глупы для того, чтобы прийти в военкомат по повестке, уже выгребли, и во время второй волны мобилизации они из воздуха не появятся. Поэтому мобилизация во вторую волну будет проходить гораздо жестче. Сразу с облав, сразу с поиска, поэтому к этому надо быть готовым. То есть, если у вас есть возможность куда-то уехать, или вы сейчас находитесь за рубежом, а то я ввел тут с Павлом Чиковым паблик толк, и все-таки появился человек, который сказал, а вот как думаете, можно мне вернуться в Россию? Ну, ответ понятен. Нет, конечно, нет. Вот, в общем, если у вас есть возможность уехать, или вы уже уехали, то оставайтесь за границей, если такой возможности нет, ищите, где вы будете прятаться, как вы будете прятаться, там, подписывайтесь на необходимый телеграм-канал, или прочтите необходимую литературу, как выживать в лесу, или как сохраниться у бабушки где-нибудь, или в большом городе можно затеряться. В Москве довольно проблематично, там много камер, да, но вот в каком-нибудь там Екатеринбурге, или еще в каком-нибудь городе, на окраине, в Человеннике, не выходя из дома, очень вполне можно будет мобилизацию пережить. Поэтому готовьте сани, что называется, летом, потому что зимой будет ваша основная задача не умереть, потому что мобилизовывать будут больше, мобилизовывать будут жестче, бои будут жестче, потери будут гигантские, поэтому обязательно имейте это в виду. Ну, и теперь некоторое количество фактуры, которые опубликовало издание Верстка, они говорят, что подготовка к мобилизации дальнейшая уже идет, то, что ее не будет, не верят ни власти, ни бизнес, ни кто-либо еще. Они уверены, что в обозримом будущем это случится. Во-первых, собеседники Верстки отмечают, что следующий этап мобилизации провести будет гораздо проще, чем предыдущий с формальной точки зрения. Если мобилизация продолжится, а как я понимаю, она должна продолжиться, президенту не придется издавать новый указ, обойдемся приказами на барону, говорит источник Верстки в Совете Федерации. По словам собеседников Верстки в различных органах власти и госкомпаниях, в стране уже идет подготовка к новому этапу. Он может начаться после окончания осеннего призыва, то есть после 31 декабря. На скорое предложение указывают конкретные признаки, пишет Верстка. Например, в мэрии Москвы не была распущена специально созданная в столичных властях команда специалистов, которые помогали военкоматам разбираться со случаями незаконного призыва. Этим экспертам разрешили отдыхать до Нового года, это цитата, а после они должны будут снова явиться на работу, говорит собеседник в правительстве Москвы. Также внутри страны продолжается работа над ликвидацией ошибок военкоматов и их модернизацией. К примеру, правительство решило подключить их к базам данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Газвыборы и органов ЗАГСа. Как думаете, зачем военкоматы сейчас срочно переоборудуют? Уверяю вас, это не стратегическая задача, а тактическая. Скоро им придется принимать новых мобилизованных, пояснил источник, близкий к Кремлю. Двое источников в Верстке, близких к администрации президента, уверяют, что планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь заморожены. Давайте так, цитирует Верстка одного из них, «Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой», — уточнил один из них. Второй заявил, что период до Нового года администрация президента решил использовать для эмоциональной разгрузки населения. Однако в конец никто не верит, в конец мобилизации. Ясно, что люди понадобятся еще, не ясно только, сколько их будет. Источник в руководстве московской мэрии не смог назвать сроки начала нового этапа мобилизации, но рассказал, что планы о ее продолжении у властей есть. При этом активной подготовки к новому этапу пока нет. Мэрия занята организацией призыва и утверждением проекта столичного бюджета, уточнил он. К продолжению мобилизации готовятся не только официальные власти, но и организации под ведомственные госорганам. Так, в московской структуре Минэнерго часть сотрудников мужчин, которым полагается бронь от мобилизации, получили указание срочно принести свои военные билеты в отдел кадров. Официально им причину такого требования не объяснили, однако руководитель одного из отделов структуры сказал, что это связано с ожиданием нового этапа мобилизации в декабре. Декабрь, мне кажется, довольно сомнительно, скорее январь, но вот источники говорят следующее. В «Газпроме», пишет Вёрстка, по словам источника в московском филиале госкорпорации, сотрудников некоторых департаментов также попросили предоставить военные билеты и другие данные в отдел кадров. Аналогичная ситуация в петербургском офисе компании. Там работников попросили предоставить военные билеты в отдел кадров еще неделю назад. Подобные процедуры требуются, чтобы определить, кто из сотрудников может получить бронь от призыва. Военкомам посоветовали не расслабляться, рассказали Вёрстке в одном из столичных военкоматов. Им поручили отработать выявленные в ходе мобилизации ошибки и осенний призыв как можно более гладко. Собеседник в военкомате одного из регионов Центрального федерального округа рассказал Вёрстке, что в комиссариате продолжают собирать и обновлять данные о жителях региона, которые подлежат мобилизации. Итак, базовая мобилизация никуда не ушла. Приказа о ее завершении или отмене нет и не будет в ближайшее время. Власти прямо говорят, что они не собираются ничего подписывать. То есть у Владимира Путина есть возможность без объявления новой мобилизации просто набирать еще людей. Более того, в предыдущем указе, как писало сразу несколько изданий, планировалось набрать до миллиона человек. Миллион человек, очевидно, не набран, а именно количество может рекламентировать задания, которые получил Минобороны и военкоматы этим самым указом. Мобилизация будет происходить жестче, мобилизация будет происходить с отправкой на фронт, к этому будут больше готовые учебки, к этому будут больше готовые офицеры и будет уже меньше хаоса, в котором можно будет скрыться от мобилизации. Более того, правовая база будет подготовлена для этого. Мы уже видели законопроект от «Единой России», где они обсуждали введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, то есть когда вам пришла повестка, а вы не пришли в военкомат. Этот законопроект сразу же забрили и сказали, ой-ой-ой, это мы ошиблись, но, скорее всего, он остался в Госдуме, ну то есть он существует, и его можно будет принять за несколько дней. Все это означает лишь одно – никто не должен расслабляться, вы не берете повестки, вы рассматриваете, что и как и когда вы можете сделать для того, чтобы не подпасть под мобилизацию. Вам дали перерыв в несколько месяцев, пока будут умирать люди, которых мобилизовали в первую войну. Эти месяцы нужно потратить с пользой. Во-первых, конечно, здорово было бы, если бы вы помогали делать все, что возможно для того, чтобы эту войну остановить, потому что если Владимир Путин умрет, или будет арестован, или потеряет власть, то не будет никакой мобилизации, война будет остановлена. Но, с другой стороны, мы понимаем, что ситуация может развиваться по-разному, война может затянуться, поэтому ваша задача – не попасть на фронт, чтобы, во-первых, не стать убийцей, и не убивать невинных людей, которые просто защищают свою страну, свою страну, суверенную Украину, чтобы не умереть самому, и не стать калекой. Это довольно важная задача, и ваша обязанность перед родными и близкими. Поэтому не берем повестки, не идем в военкомат, готовимся к новой волне мобилизации, которая будет уже совсем скоро. Ну, а с вами был Майкл Наки, поддержать канал можно по ссылке в описании, также можно написать комментарий, поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик, все эти действия помогут распространить это видео, и многие люди будут готовы к тому, что будет происходить дальше. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok